Всем любителям корейской косметики большой привет! Сегодня у меня отзыв на облегченный осветляющий крем от бренда Dr.Jart. Полное его название V7 Toning Light. Название себе включает аббревиатуру V7, что означает, что в составе находится комплекс из 7 витаминов. Также сюда входит Biglucan, это полисахарид, он выделен из овса. Это натуральный иммуностимулятор, и он обладает антиоксидантными свойствами. Далее идет экстракт солодки, который обладает противовоспалительными и противомикробными свойствами. Также снимает раздражение и отек. И еще плюс к этому препятствуют выработке меланина. Ну и далее по списку пантенол, масло лимона, мандарина, апельсина и, конечно же, не ацинамид. Именно на этом компоненте базируются все азиатские продукты с пометкой Whitening. Ну а в целом, конечно, состав у данного продукта довольно химозный и синтетический. Ну а такое красивое оформление продукта помогает нам закрыть глаза не только на не совсем зеленый состав этого крема, но и также на его небюджетную цену. Посмотрите, какая симпатичная металлическая коробка. Внутри находится... Так, здесь какая-то бумажка, инструкция. И внутри находится такая банка из толстого стекла. Все очень выполнено, конечно, замечательно, красиво. И такую баночку охота непременно повертеть в руках. Сейчас я, наверное, вам еще под съем сделаю, чтобы вы все это поближе увидели, как это все выглядит. И внутри вот здесь вот у нас будет вдыхаться лопатка. Но меня подкупила не упаковка, хотя она тоже, наверное, сыграла свою роль. А в первую очередь то, что производитель делает акцент на том, что крем легкий. То, что он имеет физические фильтры, что он еще к тому же осветляет и бонусом увлажняет. Вот все-таки поэтому я на него обратила внимание. О том, что крем имеет легкий тон-ап эффект, я уже, в принципе, знала об этом. Но я не предполагала, что он будет выбеливать настолько сильно. Видимо, вот то, что в составе имеется нефритовая пудра и плюс еще к этому идет диоксид титана. Поэтому идет такой сильный отбеливающий эффект. Отсюда следует вывод, что он подходит только белоснежкам. Вот такому типу кожи, как у меня, вот такому вот оттенку он не подходит, потому что его на лице видно. То есть сразу после нанесения ваша кожа приобретает такой белесый оттенок. В общем, этот крем выбеливает. Да, конечно, он маскирует какие-то совсем мелкие несовершенства кожи, но при этом сам крем на лице тоже видно. Поэтому зачем такой крем нужен, я не знаю. Кстати, впитывается он довольно долго. После нанесения на лице он лежит такой вот плотной пленкой, которая не дышит. Но из плюсов могу сказать, что он все-таки поры не забивает, несмотря на наличие силикона в составе. Но на лето он мне однозначно не подойдет. Хотя производитель обещал, что этот крем легкий и даже в названии там фигурирует слово облегченный. Ну и увлажнение здесь тоже стоит под большим вопросом. Да, он вроде бы немного удерживает влагу, извиняюсь, удерживает влагу в коже, но все-таки это происходит больше из-за того, что создается вот эта вот пленка на коже, вот она все-таки и удерживает влагу. Да, если посмотреть по составу, там в принципе и увлажнять-то особо нечему. Поэтому зачем мне вот такой вот крем, ну такой вот небюджетный, который просто удерживает влагу в коже и все. Тогда я могу купить какой-нибудь любой бюджетный крем за 2000 тенге и спокойно им пользоваться. И он будет не хуже увлажнять вот этого вот крема. Еще он плюс, ну не будет меня выбеливать. И я вот даже больше чем уверена, что в зимнее время, особенно если у вас кожа сухая, вот этого вот увлажнения вам будет все-таки не хватать. Ну я бы, наверное, смирилась со всеми вот этими какими-то неудобствами, с какими-то нюансами, если бы только не эффект выбеливания. Вот с таким вот сюрпризом я, конечно, мириться не готова. В общем, в заключении хочу сказать, что он мне не подошел ни по каким параметрам. Да, кстати, если вот, ну у меня бывают такие ситуации, когда мне крем для лица не подошел, потом, чтобы его не выбрасывать, я его использую в качестве, ну, увлажнения после душа. И вот здесь вот тоже как-то оказалось мимо. Потому что вот того увлажнения, которое дает обычный лосьон для тела после, ну, после душа, вот этот крем мне не давал вообще абсолютно. Он никак не увлажняет кожу моего тела. Поэтому здесь, здесь как-то мимо. Ну вот как так, я даже не знаю. В первый раз у меня, наверное, такое. Ну, я буду рада, если мой отзыв для кого-то из вас окажется полезным. Всем пока и до следующих видео.